Максим, я уже два года как работаю DevOps-инженером в софсерве. У меня проблемы со Skype for Business, но это такое. Что мы сегодня хотели бы обсудить? Как строить Terraform-провайдеры? Для начала стоит обсудить, что такое Terraform вообще, кому он нужен и тому подобное. Сразу приступим. Кто-то пытался строить когда-то инфраструктуру? Типа даже не про драйди, а какую-то поделку? Это сложно, это реально сложно. Если еще пользоваться Stack Overflow и не иметь в этом опыта, получается что-то такое. Типа куча несвязанных микросервисов, которые почему-то не работают. Знаете, что еще хуже, потом саппортить это. Особенно если у вас там два десятка инженеров с шаловливыми руками и ключами от рута. Поэтому, если все делать руками, выплывает очень множество проблем. Первое. Вложение серверов. В эпоху клауда и легкого провизжонинга, простите, очень часто команды стыкаются с тем, что создают большое количество серверов, которые потом они просто не могут мейнтейнить. А мейнтейнить их нужно, как минимум, накатывать security апдейты, патчить, апдейтить свой продукт. Configuration drift. Это достаточно частая проблема, если кто-то куда-то лезет руками. При следующем автоматическом апдейте, либо любой автоматизации, вероятность того, что этот сервер сломается, увеличивается в разы. Плюс это добавляет inconsistence в вашу систему. Snowflake. Более чем уверен, что у каждого на проекте есть какой-то очень старый сервер, который никто никогда не позволяет даже ребутать, которого аптайм больше пяти лет. И говорят, что там очень старые версии, которые уже недоступны даже в великих интернетах, поэтому просто его не трогайте. Это называется сервера снежинки. Automation fear. Страх перед автоматизацией. Очень клевая картинка. Делая что-то руками, вы начинаете вот этот вот круг. Вы внесли что-то руками, ваши сервера неконсистентны, вы боитесь что-то сломать автоматизацией, и поэтому продолжаете делать это руками. И так может продолжаться до бесконечности. Эрозия. Либо, как она называется, энтропия. То есть, в идеальном мире, раз построив сервачок, вы к нему больше не будете прикасаться. Но, соответственно, такого никогда не произойдет по причинам, приведенным больше. Это те же апдейты, те же новые версии, те же латания дыр. Решением этого всего есть подход инфраструктуры as a code. Что она позволяет? Она позволяет обращаться к инфраструктуре как к application code. То есть, инфраструктура — это огромная аппликуха. Для давалоперов это вообще прекрасно. Всюду одинаковый environment. Один source, и с этого source build-out environment. На порт очень сложно. Кто угодно, даже человек, который только что пришел, может поднять свой отдельный environment, либо же использовать environment, который есть. Рабил до ночи. Все просто, все прекрасно. User-friendly. Вы можете добавлять валидацию. Еще более клево, потому что, делая что-то руками, валидировать вы этого не сможете. Вы знаете, что меняется. У вас всегда есть выхлоп того, что вы будете менять, как вы будете менять. Это выглядит вообще прекрасно. Сегодняшняя адженна. Что такое terraform и зачем он вам нужен, если он вам нужен? Мы посмотрим, что такое terraform более глубоко. Напишем наш маленький первый кастомный провайдер. И поговорим, о чем можно подумать после. Ну и, конечно, question-answer session. Что же такое terraform и вообще зачем он нужен? Terraform — это, собственно, тулза, которые и реализовывают infrastructure as a code, которые позволяют обращаться к вашей инфраструктуре как... с помощью языка высокого уровня. Прекрасно. Это было из Вики. Давайте подумаем, что должен уметь IAC, infrastructure as a code, тулза, и, соответственно, что же умеет terraform. Он должен понимать, в каком состоянии инфраструктура должна быть в конечном итоге, в каком состоянии она есть сейчас, и как перевести из одного в другое. В terraform ничего нового не придумывали и имплементировали как раз это же. Refresh делает апдейт вашего стейта по тому состоянию, которое есть в реальном времени. План показывает, что будет меняться. Apply, собственно, переменяет. Давайте же глянем, что под капотом у terraform. Как и любой plugin-based продукт, у него есть core и у него есть плагины. Core, соответственно, будет использоваться абсолютно всегда, независимо от того, какой проект вы делаете. В core входят CLI-интерфейс, парсение конфигов и построение графичков. Графички очень редко используются, но для новых проектов это вообще прекрасно, чтобы понять, какие объекты между собой взаимодействуют. Вот, как пример, графичка, достаточно простой. Три инстанца, instance group, load balancer над ним и холщак роута 53. Если вы не знакомы с вас, он просто приметит. Плагины. Плагины делятся на провайдеры и провижения. Провайдеры, соответственно, имплементируют определенный сервис, AWS, Azure, Google Cloud, локальная файловая система, что угодно. Провижение — это то, как будет исполнено то или иное действие. То есть это могут быть bash, скрипты shells, скрипты makefiles, скрипты Python, golanga, чего угодно. Плагины экзекьютуются отдельно и коммуницируют с ядром Terraform'а через remote procedure call. Все просто, все как обычно. Как известно, лучше всего ознакомливаться с чем-либо руками. То есть давайте мы построим провайдер. Мы представим, что мы как бы на начале существования Terraform'а и не существует никакой возможности манипулировать с файловой системой. Конечно же, мы не будем строить API к файловой системе, но вместо того мы используем стандартные гошные тулы, которые позволяют делать стандартные крудовые операции. То есть create, read, update и delete. Все как всегда в API. Так. Начнем строить. Как обычно, точка входа, main.go. Импортится стандартный плагин и делается экземпляр провайдера. Плагин серв как раз-таки отвечает за RPC call этой функции. Модифимим функцию, которую ниже опишем, и ее вызываем. Перед этим, соответственно, мы должны создать новый проект, который желательно, чтобы назывался Terraform Provider либо Terraform Provider, потому что Terraform Discovery по этому паттерну. В нашем случае это будет Terraform Provider File System. Дополнительный степь перед тем, как мы начнем, сделаем логгер исключительно для дебага. Я использовал Facet Logger. Это стандартный врапер. Ну, как стандартный? Обычный врапер над стандартным гошным логингом, который позволяет юзать контексты и несколько бэкэнда. В нашем случае это будет в основном файловый пакет. Структура самого плагина. MyPacket File System. Провайдер, в котором будет задекларирован сам провайдер. Весь код, который относится к директорию. Весь код, который относится к файлам. В файловой системе больше, в принципе, не к чему придраться. Сам провайдер. Как видно, он возвращает пойнтер на схема провайдер. Это не какая-либо схема. Это схема, предоставленная самим Terraform. Состоит она из трех частей. Это схема, в которой содержатся основные конфиграционные флаги. Секунду, я отдышусь. Которые содержатся основные конфигурации провайдера. В нашем случае это один дебаг, который type-a-bool. То есть обычный флажок, он опциональный. И по дефолту он false. Также ресурс-мап. Это мап ресурсов и функции, которые, соответственно, будут вызываться для хендла их провизионинга. И конфиг-фанк. Конфиг-фанк это очень интересная штука. Это опциональная функция, которая будет всегда вызываться на любом действии над вашим ресурсом. То есть она будет предоставлять метаданные в функции над вашими ресурсами. Сейчас, собственно, мы покажем, как описан конфиг. Конфиг принимает, соответственно, ресурс-дату. То есть все конфиги самого провайдера возвращает пустой интерфейс и error. Соответственно, в пустом интерфейсе может быть что угодно. В нашем случае в пустом интерфейсе у нас логер. Пока все понятно, пока вопросов нет. И тишина. Значит, вопросов нет. Дальше, к сожалению, кода становится слишком много и моя презентушка не влазит. Моя презентушка это все не влазит, поэтому давайте перейдем в мою IDOE. Так, надеюсь, хоть что-то да видно. Или не видно? Видно. Клево. Собственно, как мы уже задекларировали выше, в мапе у нас есть две функции. Одна отвечает за ресурс-диры, другая за ресурс-файлы. Начнем с ресурс-файлов. Немножко увеличу. Она возвращает схема ресурс, тот же helper-схема, в котором мы описываем все конфигурации данного ресурса. В этом случае это путь, который обычная стринга, который всегда нужен, и который force new. Force new отвечает за то, что если вы меняете что-либо в этом ресурсе, вернее, в этом поле конфигурации, вы всегда будете создавать новый ресурс. То есть вы не будете перезаписывать старый, вы всегда будете создавать новый. User. Тоже стринга, опциональная. И default func. Default func отвечает, как можно догадаться, за дефолтное значение. То есть мы исполняем дефолтную функцию, чтобы получить дефолтное значение. В этом случае просто вытянуть current user, от которого ранится Terraform. Терраформ. Группа все то же самое. Дефолт функция, только определение группы от user, который ранит Терраформ. Мода. Соответственно, на файлах это Unix представление мода к файлу. И validation функция, которая, собственно, валидирует input. Все ли окей, можно ли вообще взять такое значение. И контент самого файла. Тоже стринга. Дефолтное значение пустое. И state func. State func тоже забавная штука. Она позволяет использовать не все значения целиком, а именно отслеживать, вернее, стейты. Не по всему значению, а по определенной функции, которую вы укажете. В данном случае это хэша, это обочина из ша 256 сумма. Соответственно, каждый раз, когда мы будем ранить план или апдейт на ресурсе, мы всегда будем сравнивать не весь контент, а только state. Соответственно, в тэф-стейте мы тоже будем иметь не весь контент, а только state. И, соответственно, операции и хендлеры над операциями. Create, create, read, read, update, update, delete, delete, delete. Все просто. Одна из операций. File.create. Она принимает ресурс-дата, это то есть конфиг и мета. Мета это, соответственно, те метаданные, которые были сгенерены при ранее конфига, который мы описывали раньше. В этом случае мы создаем логер, если он нужен. И дальше проходимся. Сетапим моду. Получаем путь, создаем файлик, получаем контент, пишем файлик, апдейтаем юзверя, апдейтаем группу, получаем error, если что-то не так. Все. И, соответственно, сетапим уникальные ID с файлной. То есть, чтобы на следующий раз Terraform знал, что этот файл уже есть. Read делает, соответственно, как мы уже говорили раньше, стяжку с реальной системы и пишет это в Terraform State. Тот же сетап логера. Делаем стат. Если такого файла нет, мы удаляем уникальный ID. На следующий раз Terraform видит, что его нет. Может, соответственно, создавать этот ресурс заново. И переписывает все значения в конфиге относительно того, что он получил с реальной системы. То есть, мы читаем мод с реальной файловой системой, пишем ее сюда. Читаем контент, пишем ее сюда. Читаем юзвере, пишем ее сюда. Соответственно, для всего остального тоже. Update вносит абсолютно то же самое, только появляется HashChange. HashChange – это клевая функция, которая позволяет следить, изменился ли один из параметров вашего ресурса. То есть, если хоть что-то отличается, HashChange всегда true. И, соответственно, у вас часто коды отрабатывают. То есть, в этом случае, если у нас отличается мода, мы пытаемся поменять моду к тому, что нужно. То есть, если юзвере, группа – то же самое, контент – переписываем контент. Всеми любимый Delete – это просто S-Remote. То есть, ничего сверхсложного. Ресурс дир. По директориям, в принципе, все то же самое. Что поменялось? Поменялась мода, потому что Goa видит не стандартную Unix-овую моду директории, а бинарную маску. Поэтому пришлось немножко извратиться. И, соответственно, Create Parents. Create Parents – это нужно ли создавать все древо директории, либо же просто создать. Это, кстати, интересный кейс. Я покажу его ниже. Соответственно. Мы уже как бы… Вот есть у нас простенький провайдер. Сбилдали мы его, чтобы его можно было использовать в Terraform. У нас есть два метода. Когда мы создаем новый Terraform проект, мы делаем Terraform init. Это, собственно, запускает процедуру Discovery. Он парсит весь ваш Terraform файл. Пытается найти соответственный провайдер. Если его нет, вываливается. Если есть, то говорит, что все окей. Есть два способа добавить новый плагин, кастом. Либо же, когда вы инициализируете проект, указать ему плагин DIR опциональным флагом. И тогда процесс Discovery начнется с плагин DIR. Либо же вы можете его прямо добавить в директорию, с которой Terraform начинает автодискаверить. То есть в этом случае это Terraform D, плагин, осика, архитектура. В моем случае Darwin AMD64. Terraform Provider Name. Name у нас File System. И версия. Обязательно является версия, потому что если вы добавляете его в автодискаверий путь, всегда нужно указывать версию. Пускай это будет 001 или вообще несущую смысловую нагрузку, но без него Terraform не увидит версии и скажет, что версионности нету, прости, я не могу. Так. Стан Terraform, который мы будем вязать. Декларим File System. Флажок Debug, который мы определили. Создаем два ресурса. Диру и, соответственно, файл. В дире указываем путь юзвера, группу, моду, ну и криент-парент, чтобы все создалось ниже, вернее выше. Ресурс файлика, путь, группа, мода, ну, это котик. Не переживайте за кота, он просто пухлый, он не влез полностью. Теперь, чтобы это все попробовать, соответственно, нужно пойти в терминалы. Ремовываем все, что есть про Terraform в этом проекте. Можно даже ремовнуть тот же Terraform. Terraform.tfstate и remove. Тfstate backup. Terraform, кстати, умный, он всегда делает бэкапы своего стейта. Делаем Terraform и нет. Сначала с указанием, Ир, видим, что все отлично. Я, кстати, покажу, что у меня. Что это все соответствует. Котик целый, не переживайте. Что все соответствует тому, что было указано. Все почему? Потому что в гопазбине у меня лежит обычный бинарничек. Соответственно, если мы сейчас сделаем Terraform.plan. Хотя давайте немножко разнообразим. Давайте поменяем. Поставим createParents.false. У меня, если не ошибаюсь, такой диры нет. Да, диры нет. Вообще нет. И сделаем Terraform.plan. Где-то тоже все. Terraform.plan. Вот мы видим чинчжу, который будет делать, соответственно, директория тест с компьютерной ID. Не создавая родителей. Для группы админ с модой в бинарной маске. По такому пути. По такому юзверю. И файлик с ID. Фишкой тоже с калькулируем Terraform. Контент, который, соответственно, есть хэшой. Группа и мода. Ну и полный путь и все остальное. Но когда мы сейчас попробуем за это заплавить, мы видим, что такой диры нет. А все почему? Потому что не был проставлен флаг createParents. Давайте поменяем. Terraform.plan. Как видим, создалось. Делаем подтверждение небольшое. Да, есть такая диры с таким файлом. И милый котик в середине. Когда делаем DeStroy. Ну, понятно. Тест остался. Файла, соответственно, тоже внутри нет. Возвращаюсь. Соответственно, это был самый простенький Terraform провейдер, про который нужно было бы вообще придумать. Реализовывал штуки, которые давно есть в Terraform. Какие вопросы могут возникнуть сразу? Типа, все ли провайдеры так выглядят? Само собой нет. Провайдеры, на самом деле, очень-очень комплексные. Тот же AWS-ный провайдер даже не влезет, не влазит весь в GitHub. Штука 200. Но реализовывается он так же просто. Декларяются ресурсы, докларяются крутые операции над ними, докларяются импорты, делаются связки. Все просто. Просто достаточный объем. Клево, типа. А как это все использовать в ProDreader? В продакшн-инфраструктурах? И когда вообще это стоит делать? Если у вас есть хоть какой-то намек на AWS, то есть что-либо вы предоставляете как из сервис, очень клево сделать это Terraform провайдером. Во-первых, вы сможете нормально рулить абстракциями уровня вашей системы, вашего сервиса, вернее. А во-вторых, вы сможете предоставить это клиенту. Ему будет, вернее, даже не самому клиенту, а инженером клиенту. Им будет намного удобнее так же оперировать вашим сервисом. И еще вопрос, который возникает у всех. Если этих сервисов реально много, нужно ли для всех их делать отдельно провайдеры? Вопрос как бы специфический. И да, и нет. То есть, если ваш сервис просто сервис, тогда да. Если у вас есть OpenAP и спецификация, либо всеми любимые свагеры, уже существуют генераторы, которые сделают вам Terraform провайдера просто с вашей свагер-документацией. Либо же, если вы рулите своими API-ами Kong, тогда он тоже это умеет. В остальном вам придется делать это мануально пока что. Еще вопрос. Тут варто зауважить, что теперь вопросы в видео-аудитории. Ну, еще раз, еще раз. Я не расслышал просто. Что, в тебе все, и теперь вопросы в видео-аудитории. Может быть, на какие-то вопросы ты не ответишь. Ну, как бы, да. У кого-то есть вопросы, предложения? И тишина, только мертвая с косами стоят. Я, возможно, где-то пропустил. Сам контент файла, звездки берется? Контент указывается в Тераформе. Вернее, в самом Тераформе. Сейчас я вернусь. Там ты где-то десь вказываешь хэш? Ага, это. Собственно, хэш обсчитывается на основе контента. А вот там, в плане, он показывал именно хэш, а не контент. Да. Это так было задумано? Да. Соответственно, когда мы... Сейчас я вернусь к своему ДЕшке. File, system, file. Когда мы делали, 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 делали create, где он тут есть, вот, контент, мы делали state function. Соответственно, state у нас определялся по хэше. Мы каждый раз, когда создавали новый файл, мы обчислили хэш, писали его в Тераформе план. Когда мы смотрели, изменился ли он, мы тоже сравнивали стейты, а не сам контекст. И, соответственно, везде фигурирует только хэш. Вопрос такой, есть ли контент у нас динамически изменяемый? Если контент динамически изменяемый, соответственно, ты можешь писать откуда угодно в контент. Как он будет сравнивать хэш? Ты можешь тогда сделать свой state function, в зависимости от чего ты хочешь. Ты можешь делать по определенному полю, там, там, стемпа, либо еще чего-то. Угу, окей. Не всегда же нужно делать, как делает Тераформ. Еще вопросы? Выглядит, что вопросов нет. Да, мы не знаем, что проект был бы достаточно простый и наглядный, научный. Ну, как бы, да. Много простого кода. Спасибо. Спасибо.